всем привет одно из лучших базовых упражнений для толщины твоей спины тяга в наклоне есть тяга в наклоне т-грифа есть гантели я буду тянуть штангу можно таким хватом брать прямым можно обратным хватом сегодня в свою тренировку спины я включаю тягу в наклоне к тазу прямым хватом я делаю 3 максимум 4 подхода от 8 максимум до 15 повторений вы смотрите как ваш организм ваши мышцы откликаются на нагрузку но желательно делать за два либо в отказ за два повторения до отказа либо в отказ у меня получается иногда в отказ иногда за повторение то отказ работаем поясницу прогнуть обязательно растянули сократили растянули сократили растягиваете как можно медленней сокращаете как можно быстрее я так делаю и чувствую как работает именно та часть спины которая должна работать в этом упражнении мне кажется пока не попробуешь и не прочувствуешь упражнение доказывать бессмысленно отдых между подходами максимум 2 минуты у меня вы можете отдыхать и 5 минут восстановили дыхание продолжать я занимаюсь ранним утром 6 пол шестого смотря как получается проснуться но не позже 6 заканчиваю где-то 7 утра вы же смотрите как у вас график рабочий состоит и подстраивайтесь под свой график я после обеда просто заниматься не могу мне уже лень ну как есть люди которым с утра лень что-то делать вот мне например с утра наоборот не лень делать я полной энергии а после обеда уже я уже покушал туда-сюда не могу я уже работать второй подход у меня у меня у меня у меня вы я никого не призываю заниматься ранним утром вы должны сами для себя понять когда удобно именно вам забывайте писать комментарии что нравится что лучше изменить разговаривать между подходами либо не нужно разговаривать просто музыку поставить заниматься пишите я по-любому буду читать прислушиваться я обычно делаю по три подхода если вес только подбираем для снаряда упражнений тогда могу сделать четыре подхода так как первый подход у меня бы был как разминочный и потом уже рабочие подходе желательно два рабочих подхода два подхода в которые вы вложились а перед ними это как разминка как настройка ваших мышц для нагрузки подготовка вот сейчас два подхода будет тяжелая нагрузка и нужно их хорошенько подготовить поэтому и говорят что работа на массу на объем от 8 до 12 повторений 12 повторений это первые подходы вы только разогреваете свою мышцу подготавливаете ее нагрузки технику оттачиваете и потом уже остальные два или три подхода тяжелые 3 для меня заключительный подход и 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 Вам нужно понять, для чего вы занимаетесь. Если вы хотите нарастить мышечную массу, вырастите в объемах, делайте диапазон повторений от 8 до 12. Максимум 15 повторений, если вы хотите просушиться после 15 и выше, 20-30 повторений делайте, а сила это уже до 6 повторений, от 1 до 6. Работая в диапазоне 8-9, конечно же, на силу вы тоже работаете. Но невозможно работать на объем, чтобы не присутствовала работа также на силах. В любом случае, объемы растут, сила растет, потому что вес на ваших снарядах также растет. Натуральному атлету невозможно вырасти без прогрессии нагрузок. Без того, чтобы каждую тренировку, либо через тренировку увеличивать рабочие веса. Хотя бы по килограмму, хотя бы по полкилограмма увеличивать рабочие веса. Только тогда будет прогресс однозначно. Это касаемо натурального бодибилдинга. Главное, работайте над собой. Никогда не сдавайтесь и двигайтесь только вперед к своей назначенной цели. Главное, работайте над собой.